На этом история еще не заканчивалась. У меня была формула, которую мы с вами не доказали. Помните? P под N плюс 1, это P от N минус 1 плюс P от N. А ее уже доказать не надо. Правильно. Коля у нас восьмеклассник, поэтому он помнит и понимает, что ее уже доказать не надо, потому что функция G удовлетворяет тому самому закону. Но вы гораздо младше в основном, и, соответственно, боюсь, что для большинства из вас все-таки это рассуждение необходимо провести, чтобы вы его отходили. Итак, я сейчас напишу вам... А вы проводите его в воде просто подставить? Конечно. Конечно. Я знаю, что ли вы дадите себе, дано показать. Итак, я пишу. Я знаю, что функция G удовлетворяет вот такому соотношению. Ну, на самом деле это верно для любого числа N. Для всех чисел N. То есть не для кого-то одного, а для всех-всех-всех-всех. Дальше. Я знаю формулу для функции P. Господа, все ее видим? Да. Так вот, я сейчас докажу, что удовлетворяющая вот этой формуле последовательность на самом деле удовлетворяет вот эту. Или так? Я возьму. И по вот этой формуле выпишу левую часть. По этой же формуле выпишу PN-1. И по этой же формуле выпишу PN-2. И, честное слово, у меня все получится. Поехали. Поехали. Докажем равенство. Вот это вот наше замечательное равенство. Что число пердона от N-1, это сумма чисел пердона от N-1 и от N-1. Отлично. Как мы его доказываем? Социальных будет много, а на самом деле, идея, это совершенно несложно. У меня здесь написано. PN-1. PN-1. И прямо сюда подставляю, вместо N-1. N-2. N-1. Представляю G от N, N плюс 1. Представляю 2G от N. Отлично. Теперь я пишу формулу для P от N-1. Функция G обладает свойством, что вот это число равно число. Вы сумеете. Функция G обладает еще свойством. Вот так. Это число равно сумеет. И удвоенное то же самое здесь вот. То же самое свойство. Значит, когда вы сложите вот эти две строки, то вы и, соответственно, получите верну. В общем, я больше про это ничего говорить не буду. Я считаю, что все просто не оберегаем. Итак, вот она, наша сегодняшняя. Действительно, довольно трудная. Но, тем не менее, мы все-таки это очень трудный путь. Это с вами прошли комбинаторная задача. Значит, называется это число первидно. И эта последовательность похожа на последовательность Фоначчи. Но при этом предыдущие два числа А предпредыдущие с предпредыдущим.